Тема «Говорит сама со себя» — это эволюция российского финтеха. Было бы очень интересно послушать про системные тренды эволюции и как на эти тренды повлияло то, что с нами случилось в последнее время. Пожалуйста. Спасибо большое. Во-первых, всегда рад участвовать в этом ежегодном мероприятии. Люблю ПЛАС, потому что на этой сцене подписано очень много добрых контрактов, договоров с партнерами. Найденный сегодня, еще форум начался, с нашим же резидентом, с ее кассиром уже нашли, как разоружить один из банков на несколько десятков, может быть, сотен миллионов рублей. То есть уже, можно сказать, для меня форум состоялся. Поэтому спасибо огромным организаторам, признателен. И спасибо за возможность делиться новостями. То есть я таким стараюсь писать какую-то маленькую летопись, глядя на финтех уже 7 лет. Немножко искаженное восприятие у меня. Я смотрю на финтех через призму сколковских стартапов. Сколковских стартапов примерно половина от всех стартапов, которые есть по финтехе. И вот пройдемся, как обстоят дела. Слайд с поп-совета фонда Сколкова, свежий, актуальный. Дмитрий Анатольевич Медведев, улыбаясь, смотрел на него. И вот несколько, все цифры, их тут много. Отдельно будут высланы материалы, я уверен. Одну цифру я ваше внимание заострю. Это 3300 стартапов сейчас в фонде Сколкова. И они в прошлом году сделали выручки 250 миллиардов рублей. В целом это, пожалуй, такая значимая часть инновационной продукции, которая производится нашими российскими компаниями. Примерно половина из них уже генерят выручку, половина не генерят. То есть 1600 компаний на самом деле сгенерили эти 250 миллиардов рублей. Вы можете понять, сколько генерирует в среднем российский стартап. Здесь все отрасли представлены, то есть мы диверсифицированы. Это не только IT, это космос, промышленность, энергетика, биомед и IT. Поэтому вот так выглядит российская инновационная среда с точки зрения денег. Микроскопическая. То есть это 4 миллиарда долларов генерации какой-то продукции. Но это только в России. Это только дочки, инновационные дочки. Поэтому эту цифру можно умножить на 2. Тогда мы сюда включим имам. И, наверное, можно умножить на 2,5. И у нас получится тогда еще, приплюсуем зарубежную выручку. 70 тысяч рабочих мест – это, пожалуй, в людях. Сколько людей вовлечены в инновационную экономику? Это очень немного для 145-миллионной страны. Это капля в море. Но так или иначе, 10 лет назад мы даже не знали, сколько людей вовлечено. Их, может быть, было несколько тысяч. 39 миллиардов рублей инвестиций в прошлом году привлекли стартапы. 2021 год. Это рекордное, пожалуй, значение за всю историю Российской Федерации. И покажу чуть позже, что происходит сейчас. Ужасные вещи. Поэтому буду вас так немножко порадовать прошлыми успехами. Вот, наверное, на этом я хотел заострить внимание, как было в 2021 году. Улетим с вами в мир, в мире, и улетим уже, сфокусируемся на финтехе, ближе к теме. В мире в целом все в порядке. Небольшое падение, замечаю, можно наблюдать за первое полугодие к первому полугодию прошлого года. Меньше юникорнов рождается и меньше 50 миллиардов долларов проинвестировано всего лишь за первое полугодие. Такое падение. В России ситуация драматичней. Прошлый год был рекордный. 2,4 миллиарда долларов весь венчурный рынок по оценке Decide. И в финтех, здесь есть одна сделка на 250 миллионов долларов, это TradingView, 321 миллион долларов. В финтех было проинвестировано во втором квартале 2021 года, но всего 400 условно миллионов долларов. И H1, это первое полугодие 2022 года, публичных сделок, наверняка есть не публичные, но мы публичные и публичные сравним, 2,2 миллиона долларов. То есть инвестиций нет, инвестиции закончились, иностранные полностью ушли, российские не спешат, и вся надежда, видимо, на ангельские клубы, которые начали активно развиваться. Город 2 назад, в прошлом году прям какой-то бум был, в этом году этот тренд мы точно замечаем. Ангельские клубы, есть прям такая хорошая большая четверка уже в России появилась, поэтому если здесь есть ангелы инвесторы, то уже есть хорошие новости для вас. Вот это прям точно эксклюзивный слайд, мы сделали такое исследование по фертильности нашей финтех-экосистемы, сколько рождается стартапов, то есть это года рождения, года основания компаний за 10 лет, с 2012-го по 22-й год, сколько финтех-компаний были основаны в том или ином году, и второй фильтр отсечка прошли экспертизу Сколкова, то есть подтвердили свою инновационность. Вот у нас 2012-й год был рекордсменом, 33 компании, и потом идет такое падение. В 2022-й год я бы сейчас сильно не расстраивался, потому что мы увидим чуть позже полную цифру с запасом. Не все еще прошли в Сколково, не всех мы видим. Ну, наверное, будет, я полагаю, на уровне 2021-го года. То есть пандемия немножко как-то финтех подкосила, очевидно, 2020-2021 год. Вторая часть, где находится финтех среди других технологических направлений. Почетное второе место, первое место занимает Эдтех и Чартех. С точки зрения количества компаний, которые проходят экспертизу, появляются на рынке. То есть 20-29 компаний Эдтех и Чартех, очевидно, такие мощнейшие ребята. Туда достаточно много инвестировалось 5-10 лет назад. То есть это всегда задержка, такая хорошая задержка, 3-5 лет всплеск. Вот у нас к 27-му году при инвестициях в 2,2 миллиона долларов, очевидно, финтех должен как-то совсем закончиться. Надеюсь, мы это не допустим с вами. Далее. Так выглядит карта. Это несколько доменов. Мы выделили основных доменов в финтехе. Российская карта финтеха. 230 компаний, которые за 7 лет были собраны фондом Сколково. Это весь портфель. Здесь есть такие субдомены. Корректнее назвать это банк-техом. Здесь есть кибербезопасность, маркетплейсы. И в правом нижнем углу представлены наши партнеры. Партнеры фонда Сколково, благодаря которым, в общем-то, эти компании имеют заказы или инвестиции. Или вместе создают какие-то технологии. Это крупнейшие банки и Сбер, ВТБ, Тинькофф. Одним из последних стал партнером, ключевой партнер. Это Россельхозбанк, БКС, Совкомбанк и другие. Яндекс.Финтех тоже является участником. Из последних новостей. Ежегодно есть такая премия FinnoWard. И у нас есть номинация финтех стартап года. Это такие большие уже известные компании. С хорошей выручкой и с хорошим ростом. И восходящие звезды, которые не старше, условно, трех лет. Или проекты у этих компаний не старше трех лет, обычно два года. Там еще нет каких-то коммерческих показателей. И эксперты оценивают перспективность, яркость, новизну этих проектов. Один из таких проектов, Тенчат. Отдельно бы я упомянул. Это соцсеть для предпринимателей. Родилась из недр ВБЦ. Такая большая, в общем-то, миллиарда три, наверное, выручки у компаний. Это соцсеть, которая родилась из агентской сети, которая продавала банковские гарантики, банковские продукты. И потихонечку это стало 1,7 миллиона пользователей, по-моему, на текущий момент. Самая быстрорастущая соцсеть, уже на втором или на третьем месте, дышит в спину ВКонтакте. Предприниматели из Инстаграма, вот у нас, я полагаю, будет сегодня доклад про инфлюенсеров, про e-commerce, потекли в эту сеть. И там есть такие инструменты, правильная культура. Вот они заняли почетное второе место. Как вы стоящая звезда, присмотритесь, назовите себе аккаунт. И, в общем-то, с Фейсбуком стало сложнее, с Инстаграмом. А ВК и Тенчат – это наши российские ребята, которые забирают поляну. Также мы внимательно наблюдаем и за банками, потому что понятно, что в России словно… Финтех в России больше, чем в Финтех, его создают по большей части с точки зрения инвестиций, с точки зрения технологий, конечно же, банки. То есть у нас банков в стране больше, чем в Финтехах, как вы поняли, то есть что является аномалией. Ну вот такой перекос. Мы каждый год по 20 критериям измеряем, насколько банк вкладывается в инновации, создает лаборатории, рандицентры, запускает акселераторы, хакатоны, конкурсы, выпускает инновационные нишевые продукты, сколько стартапов, со скольки стартапами он имеет контракты, насколько он открыт и восприимчив к инновациям. Вот эти 20 критериев – это open data, data-driven, мы не спрашиваем банки, всю информацию находим, все, что в паблике обрабатываем и получаем каждые полгода такие срезы. Вот там в лидерах, в общем-то, Сбербанк и Тинькофф находятся в лидерах в топ-3 всегда практически. И из таких звезд, которые там за три года сэволюционировали, ворвались были там с 17-го места до, в общем-то, пара роста. Первое занимали это ВТБ. И это тоже объяснимо. ВТБ создал огромное количество проектов. И сегодня будут выступать коллеги и спин-оффят, и запускают венчурные студии, акселераторы. То есть по всем пунктам. Там 8 инструментов внедрения инноваций. Везде есть галочка у коллег из ВТБ. Непонятная ситуация происходит с таким классным частным банком Альфа-Банк. Каждые полгода теряют по позиции. Это, честно говоря, если здесь есть представитель Альфа-Банка, вот Marksweb награждает за приложение классное или за что-то. А мы вот отмечаем, что не инвестируйте в инновации. РСХБ появился на горизонте, тоже начал инвестировать, создавать свое родное, мое фермерство, поддерживать российские стартапы. Мы, естественно, это дело отмечаем и выводим на орбиту. Уралсип, являясь там не крупнейшим банком, и Акбарс, пожалуй, эти банки я бы отметил, находится в десятке. Что можно вынести с этой сессии, помимо какой-то статистической информации? Несколько вещей. Если здесь есть стартапы, то точно, это не обязательно финтех, все что угодно, любая национно-технологическая компания. Я приглашаю в фонд Сколково получить максимальные льготы в Российской Федерации и получить финансирование грантовое. Мы не берем долю, мы финансируем на небольшие суммы, направленные на разработку, на участие в конференциях, на защиту IP до 7 миллионов рублей. Выиграли в конкурсе в Accelerator и получите 7 миллионов рублей. Это очень просто и удобно, действительно, экспресс-процедура. Вторая часть. Если вы бизнес-ангел, то у вас есть возможность компенсировать 50% от инвестиций. То есть покупать с таким кэшбэком от государства стартапы. Это, пожалуй, крутая штука. 700 плюс миллионов рублей мы уже выдали бизнес-ангелам в плане компенсации их инвестиций в российские стартапы, в резидентов Сколково. Эта программа действует уже два года. Зарекомендовала себя и только растет. Мы помогаем не только стартапам и ангелам, помогаем и корпорациям. Малый бизнес, который внедряет IT-решения, вполне себе может претендовать, условно внедряет нашего резидента IT-решения, может претендовать на компенсацию в 20 миллионов рублей от фонда Бортника. Если корпорация осмелилась поработать со стартапом, который находится на средней стадии технологической зрелости, условно сделать первое внедрение в терминах ТРЛ, это шестой, пятый, восьмой уровень, и помочь стартапу развить его продукт для последующего масштабирования, то до 300 миллионов долларов, извините, хотелось обмануть вас, рублей, 300 миллионов долларов, рублей, мы выдаем в корпорацию на внедрение решения наших стартапов. Фонд Сколков является оператором, Рефрит является оператором этой программы. Пожалуйста, обращайтесь. Вот все эти вещи, новости и какие-то изменения, плюшки, мы ежемесячно выкладываем в нашем дайджесте. Вчера вышел выпуск, сентябрьский выпуск, и там подвели итоги, 26 новых компаний зашло в IT-кластер, какие будущие события будут на наших площадках, какие новости у стартапов, какие гранты кому выдали. Вот это все бесплатно и открыто. Я предлагаю отсканировать QR-код, подписаться и получать информацию, которая стоит, по нашим оценкам, вся экспертиза, которая делается нашими экспертами, за которую мы платим, и те стартапы, которые мы каждый месяц вываливаем, это все стоит примерно миллионов 10 рублей. Стоимость этого ежемесячного дайджеста – миллионов 10 рублей. Плюс труд моих коллег из Сколкова финтех-хаб. Поэтому в телеграме sk-fintech-bot, пожалуйста, можете там зарегистрироваться либо отсканировать этот QR. Будем на связи. Спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова